Анастасия Новичкова Анастасия Новичкова Это такие заболевания, которые связаны с поражением организма ребенка гельминтами, потому что большая часть из них, для них сейчас очень благоприятный период размножения в почве, теплый период. И это инфекции, которые передаются с укусом насекомых, в частности членистоногих, это с укусами клещей. А плюс, 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 да, наверное, все это основные заболевания. Давайте кратко поговорим о каждом из них. Давайте, я думаю, что сначала нужно с кишечной инфекцией, потому что они так более... Ну, если кратко о кишечных инфекциях, конечно, на первом месте у нас стоят вирусные кишечные инфекции. Пока лидирующее место занимает из них это ротовирусная инфекция. Но потихонечку тоже поднимает свою голову норовирус. И сейчас июль-август появятся Еха и Коксаки, это интервирусы. Симптоматика бактериальной инфекции, это, конечно, в основном это сальмонеллез, динитерия и шерихиозы, так называемые кишечные палочки. Симптоматика кишечных инфекций у всех практически одинаковая. Отличие только в том, что вирусные инфекции кишечные, как правило, начинаются с рвоты. А потом только диарея и синдром. А при некоторых, как при норовирусных инфекциях, вообще не развивается диарея или крайне редко. То при кишечных инфекциях, которые вызваны бактериальными, так скажем, возбудителями, на первое место, конечно, встают сначала симптомы интоксикации. Это внезапные подъемы температуры, боли в животе, и только потом развивается рвота или жидкий стул. А так все кишечные инфекции текут практически одинаково. Единственная разница в том, что, конечно, бактериальные инфекции иногда требуют для своего лечения антибактериальные препараты. Вирусные инфекции, вирусные диареи, как правило, ограничиваются симптоматическим лечением, которое даже возможно провести, если правильно действовать, в амбулаторных условиях, то есть в домашних условиях. Давайте выявим, что нужно делать родителям. Они заметили у ребенка симптомы, каковы их действия? Значит, ну, если у ребенка, ну, давайте возьмем то, что чаще встречается, это вирусные диареи. Начинаются они с рвота. Ну, то есть ребенок какой-то становится вялым, так и незначительно отказывается от еды, и все-таки его накормили, его вырвало. Первое, что надо сделать, конечно, это, ну, во-первых, надо спросить у ребенка, не падал ли он где-то, не ударялся, то есть животом, головой. То есть сразу отмести самые такие, скажем, опасные вещи, потому что рвота симптом очень такой обширный. Он может быть как и при отравлении, кишечных инфекциях, так и при менингитах, сотрясениях головного мозга или, не дай бог, ушибах головного мозга. Поэтому мы начинаем наблюдать за ребенком дома. Мы не даем ему никаких сорбентов. Ну, если, конечно, вы заранее знали, что вы не поели грибочков каких-нибудь там или еще что-то, вот на ровном месте у ребенка рвота ни с того ни с сего. Значит, мы убираем все питание, часа на 4-5. Мы не пихаем никаких смектов, ни регидронов, ни смект, ни энтеросгелев, ничего. В общем, не надо этого делать, потому что сами по себе препараты очень неприятные на вкус, и даже у здоровых детей может быть рвота на них. И единственное, что мы можем делать, если, конечно, один-два раза ребенка вырвало, это не значит, что у него наступило обезвоживание. То есть не надо в него сразу лить литрами воду. Отстаньте от ребенка, просто положите его спать, понаблюдайте за ним. Если он попросит пить, значит, наливайте ему небольшими порциями, там по 20 млитров, 25 млитров, ну пусть это будет каждые 15 минут. Вот, и возможно, на этом все у нас с вами и закончится. То есть, ну, может появиться там жидкий стул один-два раза, но на этом все. Вот, но если вы продолжите пихать, кормить, пытаться его там, ну да, накормить у нас тоже любят, вот, то рвота может возобновиться дальше. И рвота со временем, конечно, если там это маленький ребенок, то может уже 6-7 раз рвота привести к обезвоживанию и интоксикации. А уже сама интоксикация обезвоживания замыкает вот этот порочный круг. То есть ребенок уже рвет не от самой инфекции, а от того, что он находится в обезвоживанном состоянии, в интоксикации. И здесь вы уже сделать ничего не сможете. Придется ехать, скорее всего, в стационарную. Ну, или как минимум закончится вызовом скорой помощи. Вот. Вот. А если вы ничего не давали ребенку, и рвота прекратилась, то вы просто начинаете его просто поить, поить. И единственное, что если вдруг через 6 часов рвоты нет, но ребенок запопросил есть, ну, дайте ему какую-нибудь сушку, печенюшку. То есть не надо только никаких, там, молоко ни в коем случае. Сразу убираем, отметаем. Вот. Никаких овощей и фруктов в этот период. Потому что они все вызывают усиление перистальтики. То есть это тоже нехорошо на данный период. Все, что вы можете дать, это печенье, сушки, баранки. Ну, в конце концов, дать... При вирусных инфекциях хорошо усваивается белок. То есть это можно и яйцо дать, грудку куриную, еще что-то. То есть нежирное что-то. Вот. А в дальнейшем мы смотрим... То есть если появляется жидкий стул, то и рвота уже нет. Мы начинаем давать препараты, которые способствуют, так скажем, ликвидации диареи. Это те же вот сорбенты можно начать давать. А смекты, энтеросгелия, что у нас еще, там, полифипам, полисорб. И пробиотики. Ни в коем случае не антибиотики. Любимый всем препарат, есть такой энтерофурил. Его начинают давать сразу при любых кишечных инфекциях. Я могу сказать честно, при хорошей, серьезной кишечной инфекции этот препарат не работает. Это просто, ну, как бы успокоение для родителей, что дали. Не будет он работать. Я даже больше вам скажу. Во всем мире уже при кишечных инфекциях не применяются антибиотики. Не применяются, потому что делают только хуже. Вот. То есть если уже, ну, как бы, родитель видит, что у ребенка, ну, прям, пат в какое-то состояние, обязательно нужно обратиться в медицинское учреждение. Да, если у вас прошло 4 часа, 4-5 часов, а рвота не останавливается. То есть ребенок становится более вялым. То есть у него поднимается температура, конечно, в домашних условиях. Просто так сидеть не надо ждать. Надо, конечно, обращаться за медицинской помощью. Либо вызывать скорую помощь, либо по возможности, чтобы в связи с согруженностью скорой помощи, она может через 10 минут не приехать. А у вас больница в трех шагах, вы можете посадить в машину, если позволяет в состоянии довести до ближайшей медицинской организации. Еще какие инфекции опасны для детей в этот период времени в летний? В этот период времени основную опасность, конечно, несут те инфекции, которые передаются с укусами клещей. Да, это энцефалит и боролиоз. Также энтеровирусные инфекции тоже несут опасность. Те же вирусы ЕХА, как САКИ. Потому что, во-первых, их очень легко узнать, когда это период июля-август. Особенно для маленьких детей они опасны, потому что они вызывают очень внезапный резкий подъем температуры. Прямо вот резкий. И маленькие дети, дети до года, у них нервная система склонна к возбуждению. А на фоне таких прыжков температуры внезапных, причем она плохо сбивается при энтеровирусных инфекциях, а могут возникнуть судороги. Например, в том числе ЕХА и КАКСАКИ поражают и центральную нервную систему энцефалиты. Очень часто вызывают миокардиты, это поражение сердечной мышцы. То есть на них тоже не стоит, так скажем, не замечать их, не надо. Как правило, конечно, они протекают легко. В плане того, что первые три дня высокая температура, с которой просто надо бороться допустимыми препаратами, бупрофена, нурофена, парацетамола. И, конечно, это обильное питье. Это прописная истина. Противовирусных препаратов конкретно на энтеровирусы не существует. Ну, прямо чтобы действовали. Это позвольте решать врачу, который посмотрит на ребенка и скажет, необходимо ли что-то дополнительно делать, или все-таки мы будем наблюдать такого ребенка. Ну и, как правило, все эти инфекции энтеровирусные заканчиваются, температура уходит, и на теле ребенка появляется такая мелкая-мелкая сыпь. Но это уже ребенок активный, у него нет температуры, этой сыпи пугаться не надо. Но, опять же, говорю, что любое заболевание с высокой температурой все-таки ребенок должен быть осмотрен доктором. Да, конечно, с самолечением, я думаю, в таких случаях заниматься точно не стоит. Потому что в том числе и менингокок можно так пропустить. Это очень серьезная инфекция с высокой летальностью. Да, вот и давайте проговорим про аптечку. Аптечку, то есть какие медикаменты должны быть в аптечке, когда семья собирается на отдых, на какой-то водоем. Да, согласен с вами. Нужно взять с собой обязательно. Часто обращаются пациенты с таким вопросом, что нам собрать в поездку. Да, ну смотрите, давайте мы сделаем так. То есть я назову то, что необходимо иметь в аптечке. В аптечке надо иметь все. Ну первое, значит, ну давайте самоучаствую. Это жаропонижающие препараты. То есть мы берем с собой сироп. Ну если это маленький ребенок, либо таблетированные формы. Какие препараты? Это нурофен, парацетамол и бупарафен. Лучше взять два препарата, например, нурофен и парацетамол. Потому что у всех детей тоже по-разному. Кто-то на нурофен вообще никак не реагирует. У кого-то лучше температура сбивается с парацетамолом. Жаропонижающий, первую очередь. Второе, поскольку много фруктов, овощей и насекомых кусающих, это антигистаминные препараты. Ну в аптечке должен быть, ну хотя бы быть супрастин. Самый простой препарат. Ну для маленьких детишек есть капли зодок, зертеки. То есть, ну на ваш вкус, да, можно выбрать. Ну лучше и то, и то иметь. Далее, что необходимо положить туда? Термометр. Вот. Так. Сорбента. Ну вот о чем мы говорили. Смекты. Смекты и полисорб лучше всего сейчас. Пробиотик. Ну вот те пребиотики, которые переносят высокие температуры. Ну в основном это для маленьких детей это баксет. Бэби. Вот. Для взрослых более-менее подойдет, например, тот же Линексфорда. Так. А что необходимо дальше? Антисептики. Антисептики в ЗЕВ. Ну самый простой это мирамистин. Местамидин. Ну или спрей, например, тот же Ангидаг. Или Тантум Верде. Что еще часто бывает? А, атиты. У детей часто возникает даже из-за купания. Поэтому должны быть ушные капли типа Атипакса. Как обезболивающий препарат. Он ничего не лечит, но обезболивающий. Вот. Так. Антисептики. Антисептики кожные. То есть это перекись водорода. Ну потому что можно где-то порезаться в том же море, как какую-нибудь ракушку. То есть антисептики. К ним относится перекись водорода. Ну допустим, спиртовой расфор блянтовой зелени. Если не хотите красоту зеленую на теле, можно, например, взять просто фруцелиновый спирт. Продается в аптеке. Вот. Он ничего не красит. Бинты. Ну там штук пять. Чтобы сделать мне перевязку пластырь. Так. Все я озвучил. Так. Диареи. Атиты. Температуры. Да вроде основное. Как бы все. Основные запасы. Спасибо, Антон Игоревич, что рассказали, оповестили. Это очень важные моменты. А наша программа подходит к концу. Это была тема дня комментариев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова